Послание Матери Мира 10 августа 2017 года Обретите себя Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хочется начать новый цикл наших бесед, который условно можно назвать «Возвращение к Богу». И хотя во всех предыдущих посланиях говорилось именно об этом, мне хотелось бы еще раз расставить акценты на самых важных для вас моментах, добавить новые краски в это божественное полотно, которое представляет собой все наше мироздание, частичками которого является каждый из вас. И начнем мы с вашего восприятия самого себя. Очень важно, любимые мои, увидеть и почувствовать себя такими, какими являетесь вы на самом деле, без всяких прикрас или, наоборот, без умоления своих достоинств. Вы удивитесь, но почти никто из вас не видит себя в истинном свете. Настолько привыкли вы следовать определенным стереотипам поведения, мышления, образа жизни. Другими словами, вы привыкли соответствовать тому образу, который создали сами или окружающие вас люди. Многие из вас боятся показаться смешными, необычными, странными, и поэтому надевают на себя защитные маски, которые со временем уже перестают быть масками и становятся вашей сутью. Настолько вы срастаетесь с ними, вживаетесь в новый для себя образ. Очень мало кому удается сохранить до конца своих дней настоящую искренность и чистоту, непосредственное детское восприятие жизни, оставаясь самим собой в любой ситуации. Таких людей часто называют инфантильными и ставят им в вину то, что они никак не взрослеют. Но ведь возраст, родные мои, это то, что придумали люди, загнав себя в определенные рамки и четко определив, что, когда и зачем должно следовать. Именно поэтому у вас наступают старости, появляются болезни. Человек, не подвержен этим стереотипам, остается молодым до последнего дня своей жизни. Он живет так, как хочет его душа, которая никогда не стареет. Как правило, его внешний вид отражает его внутреннее состояние. Он светится, его глаза лучатся светом и любовью, ему все интересно, любопытно. Он, как ребенок, радуется каждому новому дню, каждому новому событию, новой встрече. Он благодарен за все, что с ним происходит, воспринимая жизнь как увлекательную игру, со множеством приключений, как радостных, так и грустных. Так что же нужно сделать, дорогие мои, чтобы увидеть себя настоящего и снять надоевшую вам маску? Сначала нужно признаться самому себе, что такая маска у вас есть. А это очень непросто, ведь она уже срослась с вами, стала вашей второй натурой. И сегодня я дам вам несколько советов, как вам начать постепенно, осторожно и нежно смывать свой грим, выходя из привычной роли и становясь самим собой. Для начала попробуйте посмотреть на себя со стороны. Проживите хотя бы один день, наблюдая за собой, как за посторонним человеком и объективно оценивая себя, каждую свою мысль, каждый жест, каждый взгляд, каждое слово, каждый поступок. Почувствуйте, чем они продиктованы, условностями, к которым вы привыкли, или истинными желаниями вашей души. Проанализируйте все ваши действия. Вы совершаете их по привычке, из чувства долга, из желания понравиться окружающим, потому что так надо, или потому что это нравится вам самим, приносит счастье и радость, доставляет истинное наслаждение. Почувствуйте реакцию на вас, других людей. Какие ответные эмоции вызывают ваше поведение, ваши слова? Делают они их счастливыми, или вызывают негативные чувства? Посмотрите на прожитый день, как на спектакль, в котором вы играете главную роль, и оцените себя глазами зрителя. Понравились вы себе или нет? Были вы искренни или фальшивы? Давайте начнем с этого, дорогие мои. Пусть это станет первым шагом на вашем пути к завоеванию.